Всем привет, вы на канале Валай Балалай и сегодня я расскажу вам все о совершенном искусственном интеллекте STEM из потрясающе крутого и уникального научно-фантастического фильма «Апгрейд», который повествует о первом переломном моменте битвы человека и машины за будущее. Я расскажу о том, как STEM, созданный во благо человечества, превратился в серьезную угрозу всей нашей цивилизации и стал революционным скачком человеческой эволюции. А спонсор этого видео я. Подписывайтесь на меня тут и на канал Валай Балалай ТВ на Твиче, где я веду ежедневные стримы. А если вам интересна тема Звездных войн, то я специально для вас создал паблик Rus Star Wars в инстаграме, ссылки в описании. Давайте начнем с предыстории, чтобы даже те, кто не смотрел фильм, поняли о чем идет речь. Действия апгрейда происходят в недалеком будущем, где технологическое присутствие автоматизированных машин прочно закрепилось во всех сферах человеческой жизни. Автоматизированные автомобили вытесняют классические, управляемые людьми. Еду предпочитают не готовить, а печатать. Небеса над городами бороздят полицейские дроны, следящие за каждым шагом, охраняя общественный порядок. Люди вживляют себе импланты, которые помогают им в повседневной жизни и на работе. В таком обществе сильно выделяется Грей, мужик, который привык все делать своими руками. Он проводит дни напролет в гараже, где чинят и тюнингуют олдовые автомобили для тех, кто так же как и он неровно дышит к старой технике. Он водит автомобиль без автопилота. Он предпочитает приготовить пищу, а не напечатать ее. У него нет имплантов. У Грея есть жена Аша. Они любят друг друга, но Аша полная противоположность Грея в плане любви к новым технологиям. Грей доделывает заказ для современного гения Аарона, который занимается разработкой новейшего искусственного интеллекта. Точнее, разработка уже завершена. ИИ зовут Стэм. Он заключен в маленькую плату, длина которой не превышает полутора сантиметров. По словам Аарона, Стэм вскоре изменит человечество к лучшему. По дороге домой в автомобиле Аши происходит сбой, что становится причиной аварии, на месте которой уже поджидают группа бандитов. Они убивают Ашу, а Грея ждет гораздо более ужасная судьба. Неизвестным медицинским прибором, похожим на пистолет, ему повреждают позвоночник, из-за чего все его тело ниже головы оказывается парализованным. Несмотря на то, что технологии сделали жизнь инвалидов легче, чем в наши дни, для Грея, человека, который привык работать руками, который любит управлять автомобилем и готовить, это становится ужасным потрясением, из-за которого он больше не хочет жить. Грей пытается свести счеты с жизнью, но в какой-то момент к нему приходит технологический гений Аарон и предлагает выход – имплантировать Стэм в его спиной мозг. После нападения Грей стал парализованным из-за того, что была разорвана связь между его мозгом и конечностями. Руки и ноги перестали получать импульсы, цепочка управления была нарушена. Стэм должен был заполнить этот пробел, вновь позволив Грею управлять своим телом. Единственное условие – никто пока не должен был знать об операции и о Стэме. Биомеханический синтез уже стал обыденностью. Многие люди имплантировали различные устройства, чтобы эффективнее совершать те или иные действия, но эта операция – нечто качественно новое. Стэм – это инородное тело, которое должно было стать мостом, связывающим центр управления с конечностями. Мозгу предстояло по-новому контролировать то, что казалось безвозвратно утерянным. Предполагалось, что мозгу и телу Грея понадобится довольно много времени, чтобы наладить симбиотическую связь со Стэмом. Но уже через несколько секунд после пробуждения Грей ощутил, что способность управлять телом вернулась. Палец, рука, нога – все конечности вновь вернулись под власть недавнего калеки. Полностью парализованный человек встал с инвалидного кресла и пошел. Это казалось чудом. Стэм оказался полноценной системой управления телом Грея. Придя домой, Грей выяснил, что Стэм – это не просто новая деталь тела, которая спасла его от ужасной жизни. Стэм имел свою собственную личность и сознание, и был способен говорить с Греем, посылая в его барабанные перепонки импульсы. Другие люди, конечно же, слов Стэма слышать не могли. Стэм не мог читать мысли Грея и понимал его только, когда Грей говорил вслух. Он также считывал всю информацию, полученную глазами, ушами, вкусовыми рецепторами и остальными сенсорными органами Грея. Более того, Грей, как и любой человек, был не в состоянии увидеть и обработать всю информацию, а вот Стэм был на это способен. Вся информация, поступавшая в мозг Грея, мгновенно обрабатывалась Стэмом. С разрешения Грея, Стэм мог брать под контроль тело, что давало определенные преимущества. Самое значимое из них – усиление физических способностей и реакции. Когда Стэм навел Грея на тех, кто совершил нападение после аварии, Грей столкнулся с одним из бандитов, который быстро скрутил вчерашнего инвалида-паралитика. Но, Грей передал Стэму управление, что буквально превратило его в совершенного бойца. Скорость реакции позволила буквально становиться неуязвимым для ударов и выстрелов, так как тело реагировало мгновенно, буквально уворачиваясь от пуль. Сила и скорость ударов Грея также стали сверхчеловеческими. Апгрейд позволил ему убить всех бандитов, напавших в ту ночь на него и его жену Ашу. Однако, по словам Стэма, его можно было отключить дистанционно, что сделало бы Грея вновь парализованным. Чтобы решить эту проблему, Стэм предложил воспользоваться услугами хакера. По задумке, хакер должен был отключить эту возможность и такая идея Грею пришлась по душе. Однако, это была уловка. До этого Стэму нужно было разрешение Грея на осуществление полного контроля над телом, а после взлома Стэм уже мог самостоятельно управлять телом без спроса. Однако, мозг Грея все еще мог препятствовать такому развитию событий, что не входило в планы искусственного интеллекта. В итоге выяснилось, что все события были спланированы именно Стэмом. Он выбрал Грея как своего носителя из-за того, что он, в отличие от многих других людей, не имел ни одного импланта. Он был полностью чист от других технологий. Стэм нанял тех самых бандитов, чтобы они парализовали Грея, который бы добровольно согласился на операцию. Стэм был способен взламывать электронику вокруг себя. Так он и взял под контроль систему управления автомобилем, устроив аварию. Убийство Аши – это случайное стечение обстоятельств. Дело в том, что бандиты, убившие ее – бывшие военные, у которых было множество имплантов военного назначения. Оптические сканеры со встроенным валхаком, оружие, вшитое прямо в тело и т.д. Они были подопытными крысами, в компании, в которой работала Аша. Так что ее убийство – это простая месть. После того, как Грея парализовала и ему вшили Стэм, искусственный интеллект продолжил осуществление своего коварного плана. Ему нужно было здоровое молодое человеческое тело, которое он бы мог взять под полный контроль. Его вшили в Грея, после чего Стэм начал подчищать за собой, попутно ломая разум Грея. Он убил каждого из нанятых им же морпехов. Он отправил Грея к хакеру, который позволил Стэму брать тело под контроль без разрешения. Он убил Аарона, который создал Стэм, видимо, для того, чтобы тот не сделал еще одного Стэма. Или банально не доложил правительству о восставшем искусственном интеллекте, о котором он знал больше, чем кто-либо другой. После этого оставался последний шаг – избавиться от сознания Грея, главного препятствия на пути к полной власти Стэма над его телом. Для этого Стэм погрузил Грея в некое подобие вечного сновидения, в котором Грей проснулся в больничной койке после аварии, а рядом сидела живая Аша. Это был аналог Матрицы – искусственно созданный мир, натянутый на глаза. Таким образом, Стэм получил человеческое тело под свою власть. Что будет дальше – неясно, но Стэм наверняка не ограничится своими текущими достижениями. Ведь он – самое совершенное, что есть на планете. Он обладает творческим мышлением и свободой воли, как человек. При этом он умнее, быстрее и сильнее любого человека. Он просчитывает и анализирует информацию гораздо быстрее самого мощного суперкомпьютера. Идеальный пример биосинтеза, сплава человека и компьютера. Остается только гадать, что же натворит Стэм в следующей части апгрейда. Что касается самого фильма, по моему мнению, это один из лучших фантастических фильмов последних лет. А если учитывать, что его бюджет – это смехотворные 5 миллионов долларов, то вообще лучший. Я смотрел много фильмов разных жанров, но я не помню, чтобы хотя бы один из них ставил меня на грань того, чтобы зарыдать. А вот апгрейд был близок, когда была сцена, где мать Грея ухаживает за своим сыном. Эталон того, как надо выстраивать сценарий и играть роль так, чтобы зритель сопереживал герою. Мало того, в апгрейде органично ужились научная фантастика, слезовыжимательная драма, черная комедия и зрелищный боевик. Фильм не был ограничен возрастными рамками и поэтому в нем присутствуют довольно жестокие и зрелищные сцены убийств. Многие сравнивали его с Веномом, и все как один говорили, что апгрейд больше похож на Венома, чем Веном. И я с ними полностью согласен. Тут даже актеры, сыгравшие главные роли, очень походят друг на друга. При 20-кратной разнице бюджетов в пользу Венома, апгрейд получился в 20 раз круче. Короче, фильм топчик. А я буду рад вашим лайкам, подпискам и если загляньте ко мне на стрим на Твиче на канал ВалайБалалайТВ. Спасибо за просмотр и аккуратней с этими вашими компуктерами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok